Да извини, мне некогда, я на полость опаздываю. Слушай, какой вкусный коньяк. Друзья, его завела дорога в Пухиллу. Кто накуриться, кто выпить, кто, сами понимаете, за сексуальными утехами. Смотри, мне кажется, это, наверное, лекарственное. Почему, вы спросите меня. Что находится за забором, конечно, я вам покажу. Короче, все, в ходу отсюда. Всем привет! С вами Радамир Банько. Что может быть лучше, чем путешествие, чем прогулка в такой чудный, солнечный, весенний день? Не сидите дома, отправляйтесь гулять. Когда заканчивается Лохденпохе, если вы двигаетесь в сторону Сортавалы, то можете повернуть налево. Вы не проедете мимо, и там находится уникальный подземный музей. О нем я немножко рассказывал в одном из своих видео. Ссылочка будет внизу в описании. То есть это настоящее финское подземное укрепление в горе. Огромный, огромный просто-напросто оборонительный комплекс, вырубленный прямо внутри монолитной гранитной скалы. Реально хорошее, интересное, достойное место. Следуйте нашим советам, смотрите видос по ссылке. Вы и так уж поняли, куда мы ехали. Ехали, мы приехали в Сортавал, друзья, и сегодня решили остановиться вот. Посмотрите. Как говорит директор, то ли школа, то ли что? То ли музыкальная школа. То ли музыкальная школа. 1950 год. Раньше здесь был роддом. Как мне удалось выяснить, соответственно, половина, как вы догадываетесь, жителей Сортавала, родились здесь. Сам руководитель этой гостиницы, хозяин гостиницы тоже здесь родился. И там, где он родился, сделал себе люкс. Понимаете? Добро пожаловать в гостиницу Родина. Здравствуйте. Я бронировал вас. Будут какие-то вопросы? Может, я пришел? Иду и что. Ну, что у нас тут есть, директор, расскажи нам. Кого-то вырвало, мне кажется, в углу, или обоссался. Это вот так дверью все время делаю. А ты думаешь? Проходите сюда. Два рвона, туалетные бумаги, это дорого. Да, теперь в последнее время, да. Здесь на что еще обратите внимание? Здесь вода, надейте есть. А вот женские радости какие-то. Только что-то сахар. Вот, а здесь у нас опочивали меня. Так. Ну-ка, ну-ка. А вот тут у нас вот такой вид окна. Вот. Открываешь вот. Дом 13. Как ты думаешь? И видишь дом 13. В общем, собственно, я дополню. Есть телевизор, есть гардеробная небольшая, есть холодильник. Вот там внизу он пустой, кстати. Проверим. Номер просторный, нормальный. Ну, я считаю, хороший. Номер 7 стоит 8 тысяч рублей. Итак, друзья, гостиница «Родина» сортовала. Понравилось тебе? Да, все тут уютно. А-а-а, нет, не все понравилось. А-а-а, не все понравилось. Не все понравилось. Боже мой, вот здесь я вам расскажу. Значит, по-моему, как и в большинстве, правда, гостиниц, здесь душевая кабина. И слив, как вы понимаете, конечно же, там где-то очистится очень-очень редко. Поэтому вода поднимается практически за 5-7 минут, поднимается выше этого маленького тоненького порога и начинает выливаться сюда в общую зону, где, собственно говоря, уже стоит унитаз, раковина. И уже, может быть, даже под дверью натечь в номер. Вот это минус большой. Нам пришлось бороться с этим подтоплением. А в остальном очень понравился ресторан, называется «Маяковский». Повар там чудесный, вкусно очень готовит, оформляет блюда очень. Даже если вы просто приехали в Сартовалов, зайдите сюда просто пообедать, поужинать. Это шедевр, это остров, и тут вот фаминистая такая вот гора. Фрикадельки из ленины, а? Мне здесь нравится, здесь вкусно. За это надо выпить. Мне кажется. Думаешь, что да? В общем, аккумулятор сажать не будем, мы отправляемся, за гостиницей ставим пальчик. Несколько слов хочу сказать относительно вообще о достопримечательности Сартовалы. Одна из немногочисленных достопримечательностей – это вот здание ратуши. Это ратуша, действительно, построена из бревен, обшита деревянными досками. 1885 года постройки. Находится оно напротив парка, городской парк вот там, с вот этой вот горой. Все эти названия карельские, они для меня немножечко как бы труднопроизносимы, поэтому я не могу сказать вам, как они называются. Мы были в этом парке зимой, мы поднимались на эту гору, летали на квадрокоптере. Ссылка на видео в описании, посмотрите. Это действительно достойное место для прогулки, достойное место для того, чтобы подняться и полюбоваться вообще, по крайней мере, с высоты этой горы на раскинувшиеся у ее подножья город Сартовала. Рядом с ратушей находится маленький бюстик Ленину. Обращаю, кстати, сразу ваше внимание, что дороги в Сартовала, конечно, в плачевном состоянии. Здесь не получится вот так кататься на автомобиле и смотреть направо-налево, любоваться городом, любоваться достопримечательностями. Нет, водителю, к сожалению, придется смотреть на дорогу, потому что может случиться неприятное. Что еще? У подножья горы находится памятник паровозу. Просто паровоз стоит. Доминирующей достопримечательностью Сартовала является, конечно, памятник рунопевцу. В общем, в двух словах и не скажешь. Что сделал этот рунопевец? Что он нам рассказал, поведал? Сделал гусли и стал на них играть. Он сделал первый гуселики-кантели, играл на них и рассказывал все вот эти сказания и истории. Карельский эпос. А карельский эпос, как вы понимаете, это прежде всего колевала. Вот эта улица, ведущая от проспекта Ленина, она наиболее туристическая, потому что вот в эти две гостиницы, короче, в эти два отеля привозят в основном автобусы с туристами. Или привозят однодневные различные экскурсии. Поэтому здесь находится большое количество разных магазинчиков, разных лавочек. Кафе Ламберг вот здесь. Во-первых, в него привозят в том числе и туристов. Но я вам его очень рекомендую с точки зрения ценообразования и с точки зрения качества. Ни один раз я сюда заходил, ни один раз я здесь угощался и каждый раз уходил довольный. А мы выходим на набережную. Красота неописанная. Ладожские шхеры. Ладога до сих пор скована льдом. Можно наблюдать большое количество рыбаков. Вот мы приезжали множество озер. Здесь и от рыбаки. Да что рыбаки, смотрите какой слой снега. Сколько здесь? Сантиметров 40 еще. Ну а теперь добро пожаловать в настоящую Сартовалу. Сартовалу нетуристическую. Именно здесь мы посмотрим, как живет город сегодня. Вот эти вот более-менее приличные домики, которые вы можете наблюдать за моей спиной, это, скажем, тот архитектурный стиль начала 20 века и те здания, которые успели здесь построить финны во время своего владения этим регионом. Уже потом, когда советы приврали к власти эти земли, мы можем любоваться вот этим доследием. Вот этот вот, я не знаю, советский классицизм какой-то с лестницей наверх для поднятия флага, причем на деревянном флагштопе. И вот замечательный такой вот финский дизайн модерна начала 20 века. И вот подъезд, да, классический такой подъезд, который в Хельсинки целая куча. Пожалуйста. Лампочка, дверь и сразу выход на улицу. Давайте просто мы с директором прогуляемся по улочкам Сартовалы, а вы также погуляйте с нами и полюбуйтесь. Лампочка, дверь и сразу выход на улицу. Нашел вам еще одну развлекуху здесь, стартовала. Это поезд Деда Мороза. Вот здесь он на вокзале припаркован. А этот же поезд, он не едет никуда? Он просто пока не едет. А, сейчас бесплатно, то есть я могу внутрь даже заглянуть? Да. О, благодарю вас. До 1 мая сказали, эти милые женщины, можно сюда взять и вот так зайти. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы за билетиками? А что, тут надо по билетикам? У нас здесь вход платный 200 рублей. А что там вообще, смотрите? У нас в резиденции, где Дедушка Мороз путешествовал. Он прямо в этом поезде ездит? Вот по этому маршруту? Да. То есть по всем этим городам? Да, мы его сопровождали тоже. Да что вы? Да. Это было первое путешествие именно с Дедушкой Морозом. А теперь он будет постоянно так ездить? Да, мы в конце октября... В конце октября, да, по-моему. А то есть он уезжает в конце октября, а приезжает сюда опять? Да. Да. Сколько ездит? В этом году три месяца должно быть. До Владивостока. Да. До Владивостока? Можно пофотографироваться, на трон сесть, в плане. Можно сесть на трон. К вам с долета во севера я прилечу, и во всех с Новым Годом поздравить хочу. И подарки, конечно же, я привезу, и за это вы мне покажите косу. И вот такая вот... Вот он здесь ездил, спал. Этот поезд отправляется в октябре по огромному маршруту. В этом году поедет аж до самого Владивостока. Три месяца будет ездить. В нем ездит Дедушка Мороз вот в этом купе, которое вы видели. Три вагона обслуги. В каждом городе останавливается, проводит какую-то программу для детей. Это здорово. Дети вообще замечательные. Нам сегодня с директором повезло как с погодой, смотрите, какое чудо, так и с достопримечательностями этого маленького карельского городка. Мы сейчас отправляемся на поезде Русский Альский экспресс в Русский Аллу. Это вы видите прибытие поезда из Санкт-Петербурга. Ласточка. Заточено ее прибытие как раз так, что вы пересаживаетесь в Русский Альский экспресс. Так вот, отсюда мы отправимся на старинном ретро-поезде, вот на этом замечательном. Там погуляем, а потом нам нужно отправляться назад. Те, кто едут самостоятельно, приезжают вот на этом поезде с Питера. Есть 15 минут для того, чтобы пересесть в этот замечательный ретро-поезд и отправиться дальше. То же самое назад. Примерно в 18.20 ретро-поезд приезжает сюда с Русский Аллы, вы грузитесь в эту ласточку и уезжаете в Петербург. В Питере вы будете где-то в 11 часов вечера. Здесь дядьки, вот эти все таксисты, которые сейчас стоят за моей спиной, они предлагают услугу по доставке вас с Русский Аллы за 1000 рублей сюда на вокзал сортовал. Причем с экскурсии по городу. Итак, друзья мои, пока мы не тронулись в путь. Вот вагон номер 0. Вот купе, которое рассчитано на двоих. Это на две персоны. Выкупается полностью целое купе. В стоимость входит фруктовая тарелка, кое-какая там, я не знаю, снеть и шампанского самое главное. Дальше походу у нас, видите, такой вагон-салон. Стилизованный под такой вот имперский. И еще два купе. Здесь два шестиместных купе, два двухместных. Пройдемте по поезду, друзья. Так, вот второй вариант размещения. Смотрите. Как вы понимаете, не самый удобный. То есть вот маленький столик, это обычное купе без полок. Единственный плюс этого купе, это, конечно, стоимость. Здесь билеты продаются не на купе, а персонально. То есть каждому. Соответственно, вы можете ехать абсолютно с незнакомыми людьми. И зачастую это прямо в шестером. В туристический сезон здесь едет все равно шесть человек. Абсолютно незнакомых вам. А зимой еще все в куртках, шубах. Представьте, это довольно тесно. Вот. Таких вагонов два. Третий вагон, господа. Здесь тоже шестиместные купешечки. Но зато огромный, огромный туалет, представляете, какой. Вагон-ресторан приятный, очень красивый. А это как раз вагон, который потом цепляют к московскому поезду. Он уедет в Москву. Вот эта вот рассадка за столами вот здесь. Сейчас еще раз пройдусь. Я считаю, она самая нелепая. Мне кажется, это самая неудобная. На стульях сидят. Но единственное, что здесь кормят. Как вы понимаете, кормежка тоже какая. По калиточке, по бутербродику и все. Ой, смотрите. Стоило мне отлучиться. Директора уже принесли. Слушай, а тут получилось что-то такое непредвиденное. Я сижу, никого не трогаю. Заходит одна женщина мне рассказала, где туалет, где там, чего, как кнопку нажимать. Я только опять расслабилась в окно, спит, заходит другая, говорю. Выпить не хотите? Что вы скажите, пожалуйста, будете пить? Полусладкое или брюк, я говорю. Брюк. Очень хорошо. Какую метнулась, прибежала, внесла бутылку, налила пакалом. И вот мне дала такое венювое. А вот что вы будете есть? Так, и что тут можно поесть? Можно поесть на тысячу рублей. Если что-то сверху, то доплачиваешь. На тысячу рублей из человека? На тысячу рублей мы можем что-то заказать. Вот так выглядит разворот паровозика. Сейчас он объедет, прицепит с той стороны и отправится назад в Рускеалу. Пока, паровозик. Дальше он поедет без нас. А мы пойдем все-таки в Рускеалский парк. Зайдем, пройдем, перейдем, чтобы все-таки уехать, наверное, на таксишечке. И погода. Посмотрите, какая изумительная погода. Как вы считаете? Чудесная. Вообще все сегодня чудесное. Если вы так же, как мы, хотите сэкономить несколько путешествия в таком купе, в котором мы сюда приехали, это уже, конечно, неэкономный вариант. Но именно поэтому назад, ну и в целях экономии времени, прежде всего, мы хотим уехать отсюда самостоятельно. Сейчас я найду расписание поездов и узнаю, во сколько мы могли бы отсюда уехать. Здравствуйте. А до стартовала какой обычный поезд бюджетный есть? В 14.10 и пригородное сообщение 122 рублей. Отсюда же? Да, да, да. Так, пока основная часть туристов всплынула, зайдем все-таки, купим беретик и зайдем в сам парк. 450 рублей для взрослых. Но это еще не все. От скидки пенсионерам? Нет, он также 60. А что, пенсионному нет? Нет, лица 60+. Вот, пожалуйста. Пенсионерам здесь скидок нет. Боже, что. В общем, наша прогулочка по русске Али будет в таком же формате. Мы прогуляемся, а вы посмотрите. Долго будет Карелия снится, будут снится с этих пор остроконечных. Ели ресницы над голубыми глазами озер. Ну как тебе? Вообще восхищение полнейшее. Посмотри, какая красота. Посмотри, на конях возят. О, друзья дорогие. В общем, прогулка-то наша заканчивается. Назад мы поедем на электричке, на простую. Вагончики поезда здесь ждут вас до 17.25. И в 17.25 этот поезд отправляется назад в Сартовалу. А там уже в 18.45 стартует, соответственно, ласточка в Петербург. Мы же ждем сейчас обычный поезд, такой подкидыш на Сартовалу. Стоит он 122 рубля билет. Отправляется отсюда в 14 часов 10 минут. Либо с той парковки, с общей, вызываете за полчаса такси, и таксисты за тысячу тоже привезут вас в Сартовалу. Мы с Люси Ферье прощаемся с вами. Мы с вами прощаемся, как это не прискорбно. В общем, ставим пальцы вверх в сегодняшней прогулке, в сегодняшней погоде людям, которые здесь живут. Я вам поставлю палец вверх, это точно. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...